значит это первое в первый заход вот этот медитативный выстраивание позы затем мы походим затем следующий уже вот этот следующий цикл следующая медитация сидя мы потренируем фокусирование внимания то есть мы выберем этот фокус с дыханием и с ним немножко посидим но вот следующий цикл то опять походим потом будет расслабление лежа со сканированием тела и потом значит еще раз за дзен уже стараемся в такой вот практике просто сидеть потом насчет от перерыв и уже после перерыва мы сделаем еще одну настройки ну и такое настроечное упражнение это я называю три на три то есть когда мы стараемся удерживать внимание на трех объектах сразу тоже как у нас готовит в общем-то к этой же практике просто сидеть окей ну вот это все такое предварительное предварительные слова если есть какие-нибудь в какие-то вопросы у вас или что-то там сказать сейчас пока есть время нет ничего хорошо тогда мы можем прямо сейчас приступить пожалуйста сядьтесь устойчиво для нас самое важное особенно для начала это устойчивость но она в принципе важно для любой практики для любой медитации физическую устойчивость телесная почему говорю для начала потому что вначале и имеет смысл лучше выстроить как-то прям вот прямо поэтапно обращая внимание на все мелкие детали на какие-то нюансы так если вы сидите где-то на стуле то поставьте ноги ровно так чтобы они стопы опирались на пол если сидите на на подушке на полу то сядьтесь я же чтобы было удобно устойчиво руки мы складываем вот так вот такая вот у нас классическая позиции рук под животом такой лодочкой но в принципе можете положить их как вам удобно нет нет не принципиально главное чтобы они были лежали спокойно и удобно чтобы они не мешали вам хорошо и давайте мы начнем с такого переключения каналов восприятия то есть просто их как-то так для себя немножко проверим как они сейчас работают войдем с ней с ними в контакт начнем мы с визуального оглядитесь вокруг вот в том пространстве где вы сейчас находитесь своем и просто так посмотрите вокруг себя как будто знаете так прикоснитесь своим взглядом вот к разным формам поверхностям объектом каким-то какие вас окружают цвета оттенки что как-то замечает обращая на это внимание но одновременно с этим это такое ненасильственное обращение внимания то есть мы отпускаем взгляд даем ему возможность немножко погулять спонтанно тоже не отмечают на что он обращает внимание сам взгляд это мелкие детали может быть или крупные объекты хорошо и специально обратите внимание на дверь и вход так заметьте его окно или окна если есть возможность продлить взгляд в окно посмотреть как там что там тоже делайте это хорошо вот мы сейчас насытили немножко визуальное восприятие и как-то убедились что насколько я так надеюсь все мы находимся в каком-то безопасном достаточно безопасном пространстве что можем закрыть глаза и как-то пойти больше более такое внутреннее созерцание давайте позволим вам закрыться глазам и послушаем звуки переключим канал восприятия на слух и вот слушание но чем важно для нас как качество для медитации мы можем постараться именно знаете как то открыться к этому слушанию открыть слушание для такого вот объемного восприятия стараться слушать все пространство сразу со всеми его звуками включаем мой голос включая какие-то другие звуки и включая тот фон тишины которым звучат эти звуки объем которым звучат звуки и и и и и и и хорошо и сейчас переключу внимание еще раз это сделаем глубокий вдох или иный мягкий выдох и несколько таких вдохов-выдохов как бы возвращаясь или приходя вот в большей степени к своему телу к своим ощущениям телесным и к первую очередь к дыханию чувствуя при этом что что происходит с вами когда вы обращаете внимание на дыхание как само обращение внимания влияет внимание на дыхание влияет на какое-то ваше самочувствие что меняется при этом для нас важна такая исследовательской позиции здесь стараться обращать внимание на какие-то мелкие нюансы изменений состояния изменения самочувствия и со следующим выдохом можем опустить внимание в нижнюю часть тела прямо начинают пояснице и вниз оба стаза ягодицы почувствовать промежность в эту плотность контакта ягодиц и той поверхности на которой вы сидите с каждым выдохом как будто бы знаете так выдыхать себя вот в этот контакт чувство этого контакта выдыхать вес тела здесь можно еще немножко удлинить выдох и такой на расслабленный мягкий выдох и чуть более длинный чем обычно каждый выдох можно делать чуть чуть длиннее чем предыдущий и опять же постарайтесь почувствовать что происходит вот стараясь обращать внимание на нюансы когда вы расслабляете буквально вот как-то вот этот процесс такой вот он постепенно происходит секунд за секундой можете почувствовать что направляя внимание вот в этот участок в целом вниз тела таз промежность поясница направляя туда внимание замечая там какие-то напряжения и отпуская их то что происходит при этом как вы это чувствуете как вы это чувствуете физически если вот это ощущение такого большего-большего втекания как будто бы эту поверхность какого-то заземления такого укоренения как это влияет на вас в целом на ваше общее состояние чувствование контакта с физической опорой хорошо и теперь перенесем внимание на макушку головой потянемся за ней сразу же обратим внимание на контраст вот мы только что обращали внимание на нижнюю часть тела вот теперь когда голова вытягивается здесь важно именно такое очень мягкое нежное вытягивание как будто тоненькая ниточка привязана к макушке поэтому важно здесь не задирать подбородок то есть он наоборот немножко утапливается но без напряжения утапливается горло мы тянемся за макушкой очень нежно ниточка очень тонкая все такое вот скорее намерение вытягиваться чем реальное какое-то движение физическое но при этом она все равно вытягивает мягко как-то выпрямляет позвоночник и для нас важен этот контраст по сравнению с тем когда мы обращали внимание на таз вот как сейчас это переживается что происходит с плечами как это вытягивание меняет ваше дыхание для нас важны эти нюансы хорошо и затем следующий этап мы постараемся уравновесить эти два полюса одновременно чувствующую и связывающую их ось позвоночник то есть этим постараемся как бы растянуть свое внимание между опорой как-то так выдыхая себя в это чувство опоры с каждым выдохом снова возвращаясь к этой опоре чувствуя плотность со вдохом возвращаясь к макушке и немножко вытягивая себя вот несколько первых дыханий могут могут быть как такой как маятник такой внутренний с выдохом вниз вес опора плотность со вдохом вверх вытягивание раскрытие легкость а потом постараемся одновременно как-то привести это к балансу одновременно чувствуя и опору и вот это вытягивание вверх и всю спину всю эту связывающую эти полюса линию можно немножко так давайте покачаемся вперед-назад чтобы как-то найти вот эту вертикальность если вы не опираетесь сейчас ни на что ни на стену ни на что то покачайтесь прямо чуть-чуть и найдите старайтесь нащупать именно своим вниманием это вертикальное положение спины там где она стойчиво там где позвоночник как бы так вот выстраивается что позвонки опираются друг на друга и вы можете удерживать спину без лишнего напряжения настолько насколько получается понятно что у всех свои там отношения со спиной но вот сейчас можем это поискать это вопрос тренировки удобства вот этого положения хорошо и вот сейчас мы как-то выстроили вот эти у нас есть два полюса опора вытягивание и есть связывающие линии давайте как-то зафиксируем это положение останемся в нем оно очень важно для нас и почувствуем себя в нем как вам сейчас сидится какое состояние сообщает вам вот эта структура хорошо и затем следующий этап устраивания позы давайте добавим в этой мягкости вот сохраняя эту структуру просто пройдем по мышцам своим вниманием стараясь их смягчить настолько насколько возможно начнем с мышц вокруг глаз сами глаза издыхание нам может помочь мы так можем как будто бы выдыхать выдыхать через эту область тела представлять что как бы выдох происходит через эту область тела глаза и мышцы вокруг них затем нижнюю челюсть можем как-то ее повесить немножко позволить ей так повиснуть зубам рожаться и затем почувствуйте язык во рту мы редко на него обращаем внимание между тем это важная часть тела она важна для такого вот какого-то внутренней тишины внутреннего молчания когда мы обращаем внимание на язык может быть так сможете чуть-чуть так смягчить и расслабить корень языка почувствует такую тяжесть языка хорошо потом внимание на левую половину лица левую половину можно тоже так как бы выдохнуть через эту часть потом правую половину лица и все лицо одновременно целиком потом затылок шея плечи плечи как могут немножко так потечь вниз с выдохом опуститься этим руки от плеч что пальцев ладони почувствуйте их кисти рук ладони какие они сейчас теплые прохладные потом вернемся к спине и сохраняя ее прямоту пройдем вниманием от шеи может даже от затылка вниз несколько таких знаете проглаживающих движений вниманием по спине от затылка до копчика до ягодиц сохраняя ее прямоту все таки стараясь смягчить какие-то мышцы и затем передняя поверхность горло центр груди и вся грудная клетка солнечное сплетение живот промежность снова таз и чувство опоры еще раз и ноги от тазобедренных суставов к стопам сами стопы хорошо мы прошли все тело и теперь давайте постараемся его охватить своим вниманием целиком как единое целое и для нас важно вот это ощущение цельности тела собственно то к чему мы сейчас пришли настолько насколько получилось у каждого собственно это есть такая вот практика просто сидение когда мы просто сидим чувствуя свое тело переживая его как есть и для нас важна эта форма сбалансированная устойчивая в то же время достаточно открытая мягкая и чтобы добавить в эту форму такой оттенок все-таки небольшого удовольствия давайте мы сейчас улыбнемся настолько насколько получится сейчас с утра может быть не у всех радужные настроения мы как раз можем чуть-чуть добавить наше настроение какого-то ощущение очень мягкой такой какой-то легкой приятности именно создать ее и вот этот механизм который мы здесь используем когда мы растягиваем губы в улыбке мы делаем ее улыбку это делаем именно даже если это достаточно механистичное такое движение в этом мы стараемся быть внимательными к внутреннему отклику и мы стараемся сделать так чтобы улыбка не была застывшей можем как-то играть и можем растягивать губы шире там расслаблять их и искать этот отклик в виде может быть едва-едва заметного на пороге восприятия ощущение удовольствия какой-то приятности какой щеку щекотки такой внутренней и вот улавливая эту щекотку эту приятность направляя на нее внимание можем заметить что она сама в какой-то момент может порождать уже естественную улыбку которую вы не делаете которая случается этот механизм в целом мы используем что-то делаем стараемся быть внимательными к отклику и сам этот отклик порождает следующее какой-то следующий феномен здесь например улыбку хорошо и сейчас снова вернемся к ощущению тела целиком как единого целого сохраняя улыбку так как она будет сохраняться уже может быть не концентрируясь на ней так интенсивно и одновременно и одновременно вот с чувствованием всего тела мы можем почувствовать что тело дышит вот обратить внимание на этот аспект что в теле есть это базовая пульсация дыхания мы можем просто как-то обратить свое внимание на этот аспект ничего не делая специально с своим дыханием просто замечать что оно течет сквозь тело стараясь как-то чувствовать одновременно весь объем тела и дыхание текущее в нем и затем стараемся еще расширить свое восприятие вот есть тело есть дыхание и давайте снова обратим внимание как бы добавим вот к тем двум аспектам к телу их дыханию добавим слушание звуков слушание пространства в котором это тело и это дыхание находится давайте постараемся как бы растянуть свое внимание между этими объектами есть тело с его ощущениями есть дыхание как одно из ощущений и звуки и затем вот к этим трем уже существующим объектам внимание, ощущение тела, дыхание, слушание пространства Добавим еще один канал. Это зрение. Просто мягко в какой-то момент позвольте глазам открыться. Смотрите куда-то перед собой, достаточно так вот расфокусированным, расслабленным взглядом, ни на чем не срезачиваясь. В это оставшееся время мы можем посидеть так, ни на чем специально не фокусируясь. В то же время стараюсь оставаться вот с этими аспектами бытия. Чувствование тела как такового, его формы. Чувствование текущего дыхания. Слушание звуков. И видение того, что попадает в поле вашего зрения. но не фокусируясь на чем-то определенном. Внимание может как-то перескакивать с одного аспекта на другой. Это нормально. Просто старайтесь оставаться в контакте с этим. Так же время от времени скорее всего вы будете уходить в какие-то свои мысли. или впадать в какое-то состояние такого полутранса. Когда вы будете замечать это, то, что вас туда как-то утащило, просто мягко возвращайтесь к себе, к этому чистому восприятию того, что происходит к своим каналам восприятия. Чувствование тела, слушание звуков, видение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пространство Ну как я уже говорил Шага три примерно Чтобы мы могли сделать вперед И опять для первого раза мы Сделаем более подробную настройку И потом уже будем делать это все короче Сами настройки Хорошо И для начала Надеюсь, что Не всех просто вижу Надеюсь, что все встали Для начала давайте опять закроем глаза, чтобы снова в большей степени сосредоточиться на теле, на телесных ощущениях, потому что ходим мы своим телом. Почувствуйте себя в этом положении. Вот вы изменили положение тела, теперь оно вертикально стоя, и другая форма тела. Естественно, мы можем заметить, что она диктует какое-то другое, может быть, немножко другое состояние. Нам приходится здесь больше как-то обращать внимание на то, чтобы удерживать себя вертикально, чтобы удерживать этот баланс, чтобы не падать. И вот просто постарайтесь обратить внимание, как это происходит. Обратите внимание, насколько устойчивы вы стоите, как стоят ноги, вот как вы их сейчас поставили просто спонтанно, никак специально еще не выстраивая свою позу, вот как вы их поставили, где у вас вес в большей степени на носках или на пятках, близко ли ноги стоят друг к другу или шире, устойчиво ли вы стоите. Просто обратите на это внимание, как это произошло, когда вы не выстраивали это специально. А теперь давайте выстроим это. Поставьте ноги, ну, так вот примерно на ширине плеч или на ширине бедер, чтобы вот не совсем узко они стояли. так, чтобы вес тела мог протекать прямо от бедер, от забедренных костей туда вниз, вертикально по ногам. И затем мы обратим внимание опять на макушку головы. И уже гораздо быстрее, чем сидя, мы пройдем опять по телу. Сначала по передней поверхности. Давайте пойдем прямо от макушки, через лоб, вниз, через глаза, по лицу. Опять позволим челюсти повиснуть. язык почувствуем. Вот все лицо, затем горло. Как бы стекаем своим вниманием вниз. Потом грудь. И левая рука. Правая рука. И дальше от груди идем вниз. Солнечное сплетение. Живот. Пах. Промежность. И по передней поверхности ног проходим. Прямо от тазобедренных суставов, передней поверхности ног до колен. Обе ноги одновременно. И от колен до стоп. Почувствуйте свои стопы. Опять старайтесь как-то выровнять вес тела. Чтобы он на всю стопу приходился. И потом вернемся к макушке. И пройдем по задней поверхности тела. Также вниманием. От макушки, через затылок, через шею, плечи, по спине, вниз. По рукам, по задней поверхности рук. И дальше от спины, через поясницу, таз, ягодицы. И по задней поверхности ног. До коленных сгибов. И от коленных сгибов до стоп. Опять. И почувствуйте всю заднюю поверхность тела. Снова стопы и вес тела. Хорошо. А теперь давайте постараемся как-то провести несколько раз внимание. Уже достаточно быстро. Можем с выдохом это сделать. От макушки до стоп. Как будто бы такая волна вашего внимания. Вместе с волной выдоха. проходит от макушки до стоп. С каждым выдохом мы как бы проводим себя через все тело. И снаружи, и внутри, как будто бы замечая какие-то ощущения, которые просто замечаются. Чувствуя тело от макушки до стоп. Несколько волны. Хорошо. И теперь снова как-то погрузим внимание вот в это ощущение в стопах, ощущение контакта. Почувствуем его. И это очень простое ощущение физическое. Нам важны эти нюансы, как мы это переживаем. Теперь давайте мы немножко попереминаемся с одной ноги на другую. Давайте сейчас начнем переносить вес на правую ногу. Очень медленно наполняя правую ногу весом, при этом левую облегчая, облегчая, как будто ее так опустошая, опустошая левую ногу, делая легче, 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 легче. А правая правую тяжелее, наполняя, наполняя, наполняя. Просто чувствуя этот контраст, как это происходит, просто переживая этот простой факт перенесения веса с одной ноги на другую. Хорошо. И затем так же постепенно, так же медленно будем переносить вес правой ноги на левую. Чувствую, как он перетекает, как будто бы затекает в левую ногу, а правая при этом становится легче. Чувствую этот контраст, когда одна нога освобождается, а другая наполняется весом. Хорошо. И повторим последний раз сделаем еще раз то же самое. В правую ногу снова вес. Накатываем, 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 накатываем. Я чувствую этот контраст. Как это происходит? Просто переживая это. Чистые переживания для нас важны здесь, чистое чувствование. Хорошо. и теперь пока с закрытыми глазами, пока мы приготовимся только, вот еще не делай этого, но через несколько секунд мы сделаем первый шажочек левой ногой. Для нас важно будет, пока не делайте, для нас важно будет сделать этот шаг, такой полшажочка, буквально маленький, сначала почувствовать стопою под собою вот эту поверхность. Особенно, если вы сейчас босиком, даже если и в какой-то обуви, неважно, вы можете почувствовать стопой эту поверхность, как кошка, когда она наступает, она как бы ощупывает сначала, можно ли туда наступить. Или другая метафора, как будто вы идете по тонкому льду. То есть, сначала вам нужно ощупать это, и только потом мы перенесем вес. Так, давайте сделаем сейчас этот шажочек левой ногой. Сначала просто пощупайте перед собой опору и только затем начните снова накатывать вес на эту переднюю ногу, перекатывая его из задней ноги и справа в переднюю левую. Медленно, медленно. чувствую, как это происходит, чувствую всю ногу, как вес распределяется по ноге. Затем то же самое повторим с правой ногой. Когда левая наполнится полностью, правая станет легче, легкой, а мы делаем шажочек правой. Тоже сначала ощупывая перед собой поверхность. Может быть, если особенно ноги босые сейчас, то можно прямо хорошо почувствовать холодный пол или теплый. Если там какой-то ковер или жесткий или мягкий. Какой он у лаз? И только потом еще вес тела. И дальше позвольте глазам открыться. И вот следующие несколько минут просто походим так вот, стараясь ходить очень медленно, стараясь возвращать свое внимание вот к этому аспекту, очень простому аспекту, вес тела, как он переносится с ноги на ногу, как происходит контакт стопы с этой поверхностью, все мельчайшие нюансы. Вот это будет нашим фокусом внимания. Хорошо, и давайте походим так. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 и потом откройте снова глаза и возвращайтесь к месту где вы будете сидеть опять устроитесь там стойчиво удобно мы без перерыва мы продолжим значит практику снова теперь будет медитация сидя 5 проверьте свою позу так чтобы она была устойчивой и вот сейчас этот раунд эту сессию мы проведем с тренировкой фокусирование внимания на дыхание все 5 5 как чуть подробнее как-то проведут настройку но именно на фокусирование внимания на дыхание то есть телесная настройка будет сейчас короче чем прошлый раз предыдущий раз так устроитесь давайте закроем глаза вот эту сессию мы проведем закрытыми глазами полностью для того чтобы именно больше пойти в ощущение дыхания такое чувствование переживания начнем мы в любом случае с ощущений тела в целом хотя 5 сделаем несколько глубоких вдохов и мягких длинных выдохов и придем или будем приходить с каждым выдохом в большей степени к своей вот в нижнюю часть тела опять пояснице таз ягодицы и промежность чувство вот все это чувство какие-то напряжение скорее всего они там есть у вас что они есть практически всегда и когда вы их чувствуете то можем их смягчать расслаблять позволять телу усаживаться плотнее и плотнее и плотнее вот чувство это как процесс именно что с каждым выдохом этот контакт может уплотняться с каждым выдохом можно чувствовать большую устойчивость большую стабильность физическую и от физической стабильность может нам сообщать какую-то внутреннюю стабильность чувство большее спокойствия коту равновешенности хорошо и затем перенесем внимание на окошку потянемся за ней сразу же обратим внимание на этот контраст между предыдущим тем что сейчас происходит что происходит с дыханием что происходит с плечами с грудной клеткой потом построим эту линию между макушкой тазом 5 покачайтесь если нужно чуть-чуть найдите этот центр середину останьтесь в нем как-то так зафиксируйте это и потом еще раз уже быстрее гораздо мы пройдем по мышцам немножко их смягчая мышцам как глаз нижняя челюсть язык лицо затылок шеи плечи руки от плеч до пальцев ладони вся спина сверху донизу передняя поверхность горла центр груди и грудная клетка в целом солнечное сплетение живот промежность таз и ноги от тазобедрых суставов к стопам стопы и снова все тело одновременно как единое целое еще давайте в это время посидим чувствуя что сидим мы именно телом что тело это такая вот целостность цельность что сейчас самой этой позой этим положением мы воплощаем определенное состояние когда низ тяжелый устойчивый вверх легкий открытый есть это центральная ось внутренний стержень как гора такая стойчивая внизу открытая легкая наверху сама это сама это сама эта поза создает определенное состояние опять чуть-чуть улыбнемся чуть-чуть поищем этот внутренний отклик отклик такого мягкого какого-то небольшого едва заметного удовольствия в губах куда-то может в горло уходящего и затем обратим внимание на дыхание просто почувствуйте как оно движется через тело для нас очень важно найти тот способ дыхания который был бы вам удобен имею ввиду что бытия со своим дыханием даже не просто сам способ дыхания дыхание оно мы никак его не регулируем дыхание происходит так как есть как происходит если оно хочет как-то меняться оно меняется если оно не меняется то оно не меняется но для нас важно найти способ как нам чувствовать свое дыхание где нам быть своим вниманием и можете поискать это потратить на это какое-то время есть ощущение в ноздрях когда воздух касается ноздрей на вдохе и на выдохе это явное ощущение можем его чувствовать есть ощущение как воздух проходит в гортане в области горла или есть ощущение как поднимается опускается грудная клетка плечи может быть спина есть ощущение в животе так или иначе он хотя бы немножко но задействован дыхание есть ощущение переживание как дыхание движется через все тело сразу и вот поищите какой способ бытия со своим дыханием способ его чувствования способ его переживания какой был бы для вас наиболее удобным где оставаться с вами вниманием чтобы это было удобно для вас в какой степени приятно хорошо теперь мы добавим еще один аспект то есть вдох выдох есть пауза между вдохом выдохом выдохом вдохом постарайтесь сейчас быть внимательными такими исследователями полюбопытствовать заинтересоваться этим а испытываете ли вы вот это ощущение это ощущение такой приятности небольшой опять же на где-то на грани восприятия может быть это приятность от вдоха удовольствие от вдоха когда воздух входит в легкие и вы это чувствуете и может быть это приятно для вас а может быть в большей степени приятность ощущается когда вы когда происходит выдох и это какое-то освобождение смягчение расслабление облегчение какое-то происходит с выдохом может быть приятность в этом отпускание когда оно само происходит когда вам ничего не нужно держать стержать и это отпускание просто происходит а может быть пауза после выдоха чаще всего наступает небольшая пауза когда как-то все замирает мы остаемся такими ожидающими прислушивающимися ожидающими нового вдоха как нового гостя в этом он происходит вот старайтесь быть очень-очень внимательными сейчас вот к этим нюансам где вам приятнее всего быть со своим дыханием на вдохе на выдохе в паузе может быть на протяжении всего этого цикла но для нас важно как именно мы переживаем эту приятность что вы чувствуете не называя это словами а просто чувствуя переживая как ощущение как переживание и вот сейчас оставшуюся оставшуюся часть практики это станет нашим фокусом внимания дыхание там где удобно быть с ним так как удобно с ним быть и так как с ним приятно быть чувствовать его сколько вы раз не отвлекались на что-то другое отвлечение неизбежно вы будете погружаться в свои мысли в какое-то там состояние специфическое это нормально просто когда вы будете вспоминать о том что сейчас нашим фокусом является дыхание мягко возвращайте себя вот к этим аспектам удобство и приятность вашего дыхания и так посидим оставшееся время зарплатить оставшееся время и так если вы что вы как вы можете у вас вы не какие вы Продолжение следует... 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 Так как-то тоже опять потянитесь, пошевелитесь, разомнитесь. И снова у нас будет сейчас медитация ходьбы, поэтому опять без перерыва встаньте где-то, чтобы у вас было перед вами пространство для ходьбы. И опять мы начнем с закрытыми глазами, чтобы настроиться. Но уже короче будет настройка, чем в первый раз. Когда встали, то снова закрыли глаза, то снова почувствуйте все тело, как оно сейчас в этой форме. По контрасту, по сравнению с сидячим положением, что меняется. И потом мы уже вот не будем подробно проходить по телу, а такая вот волна внимания, как мы это уже делали, от макушки до стоп, с выдохом. Несколько таких волн. С каждым вдохом мы приходим к макушке и с выдохом мы проводим внимание, как такая волна, как такой душ, такой, как будто бы мы обливаем себя такой вот теплой водой своего внимания. Сверху до низу, вот макушки до стоп, несколько таких волн мы проводим, наполняя тело своим вниманием. И снова окажемся в стопах. Опять почувствуйте, насколько вы устойчиво стоите. И давайте встанем поустойчивее. То есть ноги поставьте на ширине бедер примерно, так, чтобы вес от таза, от бедер просто как-то вертикально протекал сквозь ноги, сквозь кости, уходил с стопы. И постарайтесь сейчас выровнять вес так, чтобы он распределялся равномерно на всю стопу, на носки, на пятки, как-то более-менее равномерно. И опять мы попереминаемся с ноги на ногу. Опять начнем переносить вес на правую, медленно-медленно нагружая ее, загружая. Чувствую, как она наполняется, как теплой водой какой-то, вот весом тела. И как левая нога при этом становится легче, легче, легче. И потом точно так же и с правой в левую начнем перекатывать вес. Переливать вес из правой ноги в левую. Чувствую, как она наполняется, а правая при этом становится легче, легче, легче. И затем еще раз, третий раз в правую ногу. Точно так же мы переливаем вес в правую ногу. И вот когда правая нога наполнилась весом достаточно, левая, легкая. Вот сейчас перед тем, как сделать шаг, я хочу, чтобы мы немножко обратили внимание на сам, на мотивацию, на импульс, который предшествует шагу. Импульс, который предшествует шагу. Вот сейчас я вам предложу такой эксперимент. Вот решите сделать шаг и не делайте его. Вот когда внутри вас что-то решает сделать шаг вперед, постарайтесь поймать этот импульс, как он происходит телесно, как вообще в целом он происходит. И при этом поймайте себя буквально в самом конце, когда вы уже вот-вот сделаете шаг и не делаете его. И отпустите это. И снова останетесь стоять. В этом еще раз так повторите. Вот сейчас, сейчас, сейчас вы сделаете шаг и не делаете его. Вот отследите просто этот импульс, каким образом он происходит внутри, что предшествует шагу. Хорошо. И следующий раз. Давайте мы уже сделаем это со всем вниманием. Сначала идет импульс, потом шаг или полшажочка такой вот одной ногой. И мы сначала именно ощупываем поверхность перед собой. И только потом накатываем на нее вес. И когда передняя нога нагрузится весом, мы опять чувствуем вот этот сначала импульс к тому, чтобы сделать следующий шаг. И потом стараемся прожить каждый момент, мгновение этого шага с полным вниманием. В какой-то момент откройте глаза, так, чтобы было видно, куда вы идете. И вот в этой практике, в этой части я хочу предложить вам отслеживать все эти моменты. Не только сами шаги, но и вот эти импульсы, предшествующие шагам. А также, когда вы поменяете, меняете положение, меняете направление. Направление, то есть вы там поворачиваете налево или направо, разворачиваетесь. Тут тоже какой импульс к изменению направления происходит, как именно он происходит. Старайтесь быть внимательными ко всем этим аспектам. И так мы походим в оставшееся время. Продолжение следует... 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 И сейчас опять просто остановитесь там, где вы есть. Мягко закройте глаза. Почувствуйте все тело, почувствуйте снова стопы, как они стоят. Как вес распределяется сейчас на ноги. И затем уже снова мягко откройте глаза и приготовьте себе место для лежания. Сейчас немножко полежим. Вы полежите. Делаем практику более расслабленную, но это тоже будет практика осознанности. И важно, чтобы вот эта поверхность, на которой вы бы лежали, она бы не была слишком уж мягкой. То есть, в принципе, хорошо, конечно, подойдет пол и какой-то коврик на нем. Но если такого невозможно устроить, можно и на кровати лежать. Но просто желательно, чтобы она не была очень мягкой. И чтобы она как-то ассоциировалась для вас со сном. Ну, в любом случае, так как это у вас есть, в ваших обстоятельствах. И еще раз напомню, если прохладно, сейчас не знаю, какая у вас погода, то имеет смысл чем-то накрыть себя и как-то утеплиться. Окей. Хотя я тут никого не вижу, у всех только черные квадратики с именами в основном. Поэтому я буду надеяться, что вы уже улюбились. Так, да, мы укладываемся на спину. И начнем с ощущения позы. Опять, как обычно, как всегда, мы начинаем просто с чувствования позы. Глаза можно уже закрыть. И почувствуйте, как вам лежится. И, как всегда, нам важны нюансы. Нам важны мельчайшие и мельчайшие детали опыта. Сейчас просто почувствуйте эту позу и почувствуйте, как у вас, например, ноги лежат. Они удобны или нет. Если вы их немножко пошире раздвинете, как это будет, удобнее или нет. Или наоборот, поуже сдвинете. Попробуйте почувствовать это, поэкспериментировать. Прямо не просто так вот в своей фантазии, прям физически. Двинуть их чуть-чуть, наоборот раздвинуть. Как вот, буквально там, это может быть несколько сантиметров, но для тела что-то вам покажется более удобным. Каким-то таким вот более расслабленным. Точно так же с руками. Вот они у вас как-то лежат. Почувствуйте их, где им было бы удобно. Как было бы удобно. Чуть шире, подальше от тела, чуть ближе к телу. Вниз ладонями или вверх ладонями. Как вам было бы удобно. И затем голова. Покачайте ее немножко вправо-влево, так, чтобы ваш нос наклонялся, вот указывал чуть правее, чуть левее, чтобы он не был вертикально вверх направлен, нос, а в какой-то бок. Именно так немножко покатайте свою голову вправо-влево и почувствуйте, куда она хотела бы наклониться. Вот где... Вот наклон этот буквально, там, может быть, сегодня несколько миллиметров, ну, или там сантиметров, там, сантиметр-два. Но в каком-то из этих положений, возможно, вы почувствуете, что шея может больше расслабиться. Потому что в вертикальном положении, когда нос указан, ну, как бы направлен вверх, нет, ну, как бы, это не такое неглубокое расслабление. Более глубокое расслабление может наступить, когда голова немножко направлена в сторону. Но куда? Это нужно почувствовать. Хорошо. И вот мы как-то устроились, вот все эти нюансы учли. И давайте начнем с ощущения, опять же, с ощущения опоры. И вначале почувствуйте, обратите внимание на всю эту плоскость соприкосновения. Вот вначале всю плоскость соприкосновения. Вот есть затылок, есть плечи, есть спина, есть таз, есть ноги. В каких-то местах они касаются этой поверхности. И можем сделать сейчас несколько таких более глубоких вдохов и с выдохом как бы отпускать вес тела, чувствуя эту опору, чувствуя плотность соприкосновения, позволяя весу тела как будто бы втекать в эту поверхность или, наоборот, растекаться по ней. С каждым выдохом отпускать, отпускать этот вес тела. Вместе с весом тела, может быть, позволяя телу еще чуть больше и глубже расслабляться, смягчаться. Хорошо, а теперь мы пройдем по отдельным участкам. Также вот тем, которые соприкасаются с полом или с поверхностью, на которой вы лежите. Начнем с затылка. Делаем вдох и с выдохом как будто бы больше отпустим вес головы, пропуская вес через затылок, через эти точки соприкосновения. Мягкий длинный выдох. Отпускаю. И затем верхний плечевой пояс, то, что мы называем верхним плечевым поясом, то есть это плечи и весь верх спины. Можем сделать глубокий вдох и отпустить вес и этой части тела. Почувствовать вот там, где она соприкасается, плечи, отпустить вес. и потом левая рука. Почувствуйте, как она лежит и что у левой руки есть вес, как у любой части тела. Можем сделать вдох и с выдохом отпустить вес левой руки. Позволить ему тоже как-то протечь вниз. Правая рука точно так же. Вдох и с выдохом можем почувствовать вес правой руки и как-то его больше отпустить. И затем почувствуйте обе руки и сравните ощущения в них. Может быть, одна покажется вам чуть более тяжелой. Какая-то, может быть, покажется чуть более теплой ладонь. Может быть, еще есть какие-то ощущения. Покалывание там, еще что-то. Хорошо. И потом вернемся к спине и почувствуем ее вот всю грудную клетку там, где она касается, опирается на эту поверхность. И это массивная тяжелая часть тела. И мы можем тоже сделать глубокий вдох и с выдохом отпустить вес этой части тела. Почувствуйте какую-то определенную тяжесть, такую устойчивость. И затем перемещаемся в область таза, там, где таз касается, тоже опирается на эту поверхность. Крестец, таз. тоже сделаем вдох и с выдохом отпустим эту часть тела, тоже массивную, тяжелую. Потом левая нога, она тоже касается в определенных местах бедро, икра. И мы можем тоже сделать вдох и с выдохом отпустить вес левой ноги, почувствуйте ее вес. И правая нога, тоже вдох и с выдохом отпускаем ее вес. И так же, как с руками, почувствуйте этот контраст. Какая-то одна из ног может быть чувствуется как чуть более тяжелая, чуть более теплая. Еще какие-то ощущения может быть разные немножко. И теперь снова вернемся ко всему, ко всей этой поверхности. То, с чем мы начинали. Вся поверхность тела от затылка до пяток. То, что касается сейчас пола, вес тела. Можем опять сделать вдох и с выдохом отпустить. Отпустить это все. И вот почувствовать сейчас снова тело как единое целое. Почувствовать, что тело имеет вес, что оно что-то весит. что этот вес опирается, стекает вниз. Еще раз почувствовать, что тело дышит. Что дыхание движется через него. дыхание затем вот в этот раз давайте мы перенесем внимание на дыхание в области ноздрей. Вот там, где оно, дыхание, втекает в ноздри и движется внутрь. Естественно, с выдохом наоборот движется наружу теплый воздух. Давайте просто почувствуем вот этот вот это ощущение трение воздуха об ноздри. Со вдохом и с выдохом. Очень простое, естественное ощущение, которое каждое мгновение фактически с нами. можем его почувствовать. И затем давайте мы пойдем за дыханием вот со вдохом пойдем за дыханием внутрь носа. Чувствие как дыхание затекает внутрь через носоглотку в гортань протекает. Мы можем почувствовать эти физические ощущения. Просто как переживается это ощущение трения воздуха об эти поверхности внутренних дыхательных путей. Можем как сопровождать вдох и выдох чувствуя эти физические ощущения. Начиная от ноздрей и туда в гортани куда-то в легкие. хорошо. Затем в большей степени почувствуем носоглотку и перетечем вниманию туда в рот внутри во рту окажемся своим вниманием. Сначала почувствуем верхнее небо до зубов. Просто какие есть ощущения. И сразу предупрежу мы будем так вот прикасаться вниманием к различным участкам тела каких-то из них вы будете обнаруживать проявленные ощущения. Любые какие угодно. В каких-то вы будете чувствовать не будете чувствовать ощущения. Это нормально. Главное, что мы просто обращаем на это внимание. И затем почувствуйте десны верхней и верхней десны в том числе с наружной стороны. И потом низ во рту тоже язык. Весь язык. Там, где он соприкасается с нижним небом. И вся эта нижняя поверхность рта. Потом боковые поверхности, щеки изнутри и нижние десны. Затем весь рот изнутри, включая язык и носоглотку и нос. Вот все это вместе можем стараться почувствовать. Хорошо. И потом внимание вытекает из рта и почувствуйте губы с внешней стороны губ. Какие они сейчас, какие есть ощущения в них. Если какое-то время, несколько секунд мы останемся с губами. Внимание. Что будет меняться в ощущении губ? Хорошо. затем почувствовать подбородок тоже снаружи части соответственно и челюсть. Можем немножко ее еще раз отпустить. Почувствовать эти места соприкосновения челюстей верхней, нижней. и потом будем двигаться вверх по правой половине лица в сторону глаза. И вот по щеке, по скуле, то есть и затем мышцы вокруг правого глаза, сам глаз, бровь и надброви и вся эта половина лица, правая половина лица, или по какой вы движетесь, если левая, то левая. затем перетекаем своим вниманием по лбу на другую половину лица и почувствуйте весь свой лоб. Затем соответственно другой глаз, мышцы вокруг него и начинаем спускаться вниз по этой щеке, скуле. и почувствуйте всю эту половину лица, вот эту половину лица. Потом все лицо одновременно, все ощущения в лице какие есть. Где-то какое-то покалывание, где-то чешется, где-то ничего не чувствуется, где-то ощущение давления, где-то ощущение просто вашего присутствия внимания. Расслабление и напряжение каких-то мышц может быть вы сможете чувствовать. Затем давайте объединим вот есть лицо, все лицо и есть внутренняя поверхность носа, носоглотка, рот, дыхание, уходящее туда в гортань. Вот это все мы можем стараться объединить сейчас с вами вниманием. Хорошо, а потом пойдем по правой половине головы, почувствуем правую половину головы, вот там где ухо и всю правую половину головы. Потом снова затылок, там где он соприкасается с этой поверхностью, на которой вы лежите, чувствуется ощущение давления на эту поверхность. и потом левая половина головы, тоже левое ухо и макушка головы. И затем давайте почувствуем всю голову сразу, целиком, лицо и вся голова одновременно со всех сторон. И также внутренняя часть головы, то, что можем, куда можем затечь своим вниманием, нос, носоглотка, горло, рот. Хорошо, а затем горло, пойдем вниз, почувствуем горло и изнутри, как воздух движется там, гортани и снаружи какие-то ощущения. И потом будем растекаться своим вниманием по верхней части груди, там, где ключица. Почувствуем, как дыхание там движется, какие-то ощущения, которые есть на поверхности тела, если они там есть, плечи. Потом почувствуем заднюю поверхность шеи. Особенно почувствуйте там, где шея прикрепляется к затылку, этот участок первого, первый позвонок, там, где шея прикрепляется к черепу. Если мы остаемся там с вами вниманием, то что происходит? Может быть, чуть-чуть больше там что-то расслабляется потихонечку, и как это влияет на вас? потом вся шея и также особенно место прикрепления шеи к туловищу, к телу, там, где такой большой позвонок седьмой шейный. и потом внимание может снова растечься по плечам с их верхней части стороны и задней стороны, там, где они прикасаются к полу или к той поверхности, на которой вы лежите. Очень хорошо. Теперь мы давайте в большей степени перенесем внимание на левую руку, сначала на плечо, плечевой сустав, и пойдем с вами вниманием по передней поверхности руки, вот этой внешней. Пойдем к локтевому сгибу, к локтю, потом от локтя кисти руки, по внешней стороне кисти пройдем до пальцев и потом завернем своим вниманием на ладонь, соответственно, внутреннюю сторону кисти. Тоже пройдем по пальцам по внутренней стороне почувствуем ладонь, какие там ощущения. Обычно в ладонях все-таки у нас более проявленные ощущения, если мы остаемся с ними, то они проявляются сильнее и сильнее. Может быть и тепло, и какое-то покалывание, какая-то плотность, объемность, еще что-то. И потом движемся по внутренней стороне руки, запястье к локтевому сгибу, внутри его почувствуем. И дальше по бицепсу, по мышце внутри руки к подмышке. Почувствуйте подмышку и всю руку целиком снова, включая плечо. Потом точно так же перемещаемся на правое плечо, правый плечевой сустав и движемся своим вниманием к локтю в правой руке, от локтя кисти кисти, запястье, кисть, пальцы с внешней стороны. Потом затекаем своим вниманием на внутреннюю сторону пальцев и тоже ладонь. Потом от ладони движемся вверх по предплечью внутри к локтевому сгибу от локтевого сгиба по бицепсу в подмышку. Потом опять почувствуйте всю руку, правую руку, как она лежит со всеми ее ощущениями и плечи. И сейчас давайте постараемся охватить своим вниманием обе руки одновременно целиком, плечи передней и задней поверхности, шею, горло и голову. Вот всю эту часть от макушки головы до кончиков пальцев рук. Почувствуйте ее как целостность такую. Хорошо. И дальше мы пойдем по передней поверхности тела, груди. То есть вниз отключиться потихонечку. Такая как бы медленная волна внимания может двигаться к центру груди, при этом охватывая и боковые поверхности тоже. Грудь, грудные мышцы, естественно, там грудь все целиком, соски. И дальше двигаться вниз от груди к солнечному сплетению, при этом охватывая также боковые поверхности, где ребра слева и справа. Если это удобнее, можете как-то так по очереди слева почувствовать, справа почувствовать или двигаться такой волной по всему этому объему. Дальше мы доходим до солнечного сплетения и почувствуйте, как движется диафрагма вместе с дыханием. какие-то еще ощущения, которые есть там. И потом движемся вниз к животу, проходим до пупка, движемся ниже по животу в область паха. заходим вниманием в промежность половые органы, очень важная для нас область и там обычно у большинства людей достаточно много напряжений, но мы не стараемся их расслабить, но мы просто стараемся почувствовать, что там происходит. И очень часто, когда мы просто чувствуем, то что-то начинает расслабляться само, без нашего усилия какого-то в этом направлении. Просто почувствуйте всю эту промежность со всеми нюансами ощущений. И с изменениями этих ощущений. Хорошо, затем мы перетекаем на заднюю поверхность таза, ягодицы. Снова можем почувствовать там, где они соприкасаются, там, где это ощущение соприкосновения, этого давления, плотности соприкосновения. И любые другие ощущения, которые вы там обнаружите. Крестец. И потихонечку поднимаемся по задней поверхности по спине от крестца, от ягодиц вверх к пояснице. Затем средняя часть спины. движемся вверх к верхней части спины, снова к плечам, лопатки, почувствуем. и вся спина целиком и постарайтесь всю заднюю поверхность почувствовать. Снова. Затем объединим это все. Вот есть задняя поверхность тела, прямо от затылка до ягодиц и ниже, до ног, до тазобедренных суставов. Есть промежность и есть передняя поверхность тела. От промежности до, опять же, до макушки головы. Есть руки. И вот давайте почувствуем все это от макушки головы до кончиков пальцев рук и до тазобедренных суставов. Все вот это вот голову, туловище и руки. Хорошо. И у нас остались ноги. И мы потихонечку пойдем по левой ноге. Сначала от тазобедренного сустава по передней поверхности бедра. К колену будем двигаться медленно, как бы так вот ощупывая своим вниманием ногу. двигаясь к колену. Почувствуйте колено. и от колена двигаемся через голень стопе. и подъем стопы дойдите до пальцев. Внешняя сторона пальцев. Потом как бы внимание заворачивает на внутреннюю сторону стопы, на собственно саму стопу, подошву. Пальцы почувствуйте почувствуйте. Дальше по стопе движемся к пятке. Пятка ахиллеса сухожилия. и потом двигаемся по задней стороне ноги, икроножная мышца, движемся к коленному сгибу внутри. И от коленного сгиба вверх по бедру опять. Доходим до таза. Еще также можем почувствовать внутреннюю часть бедра, внутреннюю часть ноги в целом. Вот бедро, голень. И потом также внешнюю часть, боковую часть ноги. Затем всю левую ногу, старайтесь охватить своим вниманием всю левую ногу целиком. Точно так же пройдем совершенно такое путешествие по правой ноге. Начнем опять с внешней стороны, от бедра будем двигаться, от тазобедренного сустава будем двигаться по бедру по внешней стороне до колена. Колено само. И от колена по голеностопному суставу и дальше к подъему ноги, к подъему стопы, пальцем и дальше внимание заворачивает на внутреннюю сторону стопы и опять пальцы внутри с внутренней стороны подошва, пятка, дальше щиколотка и ахиллово сухожилия и движемся по задней стороне ноги, по икроножной мышце, к коленному сгибу. Потом также по бедру с задней стороны к тазобедренному суставу и тоже почувствуйте внутреннюю сторону ноги и внешнюю сторону боковую ногу всю ногу правую ногу целиком и обе ноги одновременно левую и правую хорошо и вот сейчас мы прошли все тело и давайте постараемся его охватить сейчас своим вниманием все целиком буквально от макушки до до стоп и как-то так побыть с этой целостностью чувствуя его переживая его тело как целое оставаясь с его ощущениями как есть дальше вот оставшееся время до конца практики вы можете так отпустить свое внимание позволяя ему привлекаться к каким-то ощущениям которые его позовут не могут быть приятными неприятными нейтральными какими угодно но ваше внимание оно может как-то хаотично беспорядочно но привлекаться только одному только другому ощущению тела и позволяйте ему это делать но просто отмечая что вы сейчас чувствуете если если вам здесь помогают слова можете использовать даже слова такие отметки для себя какие именно части тела вы чувствуете рука язык колено палец либо не использую слов а просто просто чувствую это ну и соответственно какое именно ощущение покалывание движение давление тепло холод напряжение расслабление любое ощущение давайте так останемся какое-то время с этим с этим таким расслабленным вниманием спустим его немножко спустим Продолжение следует... Продолжение следует... Но завершать будем постепенно. То есть перетекать в другую практику. Давайте сейчас сначала сделаем акцент больше на вдохе. То есть просто почувствуем вдох и, может быть, подышим чуть активнее. Каждый вдох чуть поглубже, чуть активнее. Каждый вдох как будто бы наполняет не только легкие, но и все тело. Можем даже как-то представлять, что он проникает куда-то в кончики пальцев рук, в кончики пальцев ног. Воздух проникает в каждую клеточку тела. Воздух, дыхание, вдох наполняет все тело. Тело может становиться как-то все легче и легче с каждым этим вдохом. Такое может быть создаваться ощущение или состояние, что тело как будто бы всплывает с какой-то глубины на поверхности. С каждым вдохом или даже немножко взлетает, как воздушный шарик, становится легче и легче. Воздух наполняет его. Хорошо. И затем очень мягко, потихонечку повернитесь на бок и свернитесь калачиком. Постарайтесь именно перетечь в это состояние лежа на боку. Постараясь не делать каких-то лишних движений, не напрягаясь. Как-то именно позволяя телу медленно-медленно перетечь в положение лежа на боку. Свернитесь калачиком, там, не знаю, как-то подложите руку под голову. Или как-то, в общем, чтобы вам было уютно, удобно в этом положении. И это положение, оно действительно такое вот положение уюта для нас, положение комфорта. И мы можем это почувствовать по контрасту с предыдущим вот этим открытым положением, которое тоже для нас важно. Вот как вы чувствуете вот это, когда вы свернулись так вот калачиком, можете побыть немножко с собой, дать какому-то опыту перевариться внутри. И просто побыть так. И затем мы продолжим процесс возвращения в сидячее положение. Но именно процесс. Не вскакивая сразу, а начните потягиваться. Начните немножко так вот как-то снова раскрывать свое тело. Но при этом прислушиваясь к его каким-то желаниям, вот если у него нет желания, если он хочет лежать вот так, то чуть-чуть все-таки его пробуждая, да, вот как-то вытягивая его то в одну сторону, то в другую, то потянитесь за рукой, там за ногой, верни, скрутитесь как-то то в одну сторону, то в другую, но очень мягко, не резко. То есть именно как-то очень медленно себя пробуждая. И вот эти движения и подтягивания, они очень важны для нас вообще-то, для нашей физиологии. И мы можем увидеть, что там все животные, млекопитающие, они тянутся. И для нас это также важно. Для всех млекопитающих это очень важно. Потому что что-то в это время происходит такое. Ну, там есть объяснение определенное, я не буду сейчас задаваться подробностей. Но мы можем это просто почувствовать, такое удовольствие от тягивания. По-разному, по-разному. Вот. И потихонечку, потихонечку, потихонечку приходите в положение сидя. Именно старайтесь не резко себя перемещать в это положение, а именно как перетекать в него. И снова придите в сидячее положение. Для нашей практики уже такой сидячий, медитативный. Следующие 15 минут мы посидим снова в нашей, значит, медитации сидя. Опять же, я вас не вижу. Но предполагаю, что вы как-то уже уселись. Снова устроитесь удобно и устойчиво. Проверьте еще раз позу, насколько она устойчива. Опять же, давайте мы сейчас закроем глаза, если они открыты. Сделаем несколько глубоких вдохов, мягких длинных выдохов. И вот сейчас настройку совсем коротенькую сделаем. Такое отстраивание позы, потому что мы в достаточном уже контакте с телом, я думаю, надеюсь на это. Но в любом случае пройдем по нашим ключевым точкам. Со следующим выдохом опустим внимание в область таза. Позволим весу как-то втечь в эту поверхность снова, протечь сквозь таз. Потом перенесем внимание на макушку головы и подтянемся за ней, не задирая подбородка. Почувствуем, как меняется дыхание, как раскрываются плечи. Затем простроим вот эту линию от макушки до таза. Сбалансируем позу. И уже совсем быстро пройдем по этим нашим ключевым участкам тела. Мышцы вокруг глаз. Лицо. Нижняя челюсть. Позволю мне повиснуть. Затылок, шея, плечи. Руки. Вся спина сверху донизу. Вся передняя поверхность тела. Прямо как-то протеките вниз от горла, через грудь, через солнечное сплетение, через живот, промежность. Снова таз и ноги от забедренных суставов к стопу. И снова все тело, как единое целое. И опять почувствуйте себя сейчас сидящим или сидящий телом в теле. Почувствуйте себя воплощенным или воплощенный. Вот вы сидите и сидите именно телом. И ваше внимание, оно как будто бы может, знаете, так вот войти в тело, как рука в перчатку. Заполнить тело собой. Мы сидим именно телом. Очень важное такое вот качество. Сидим определенным образом. Вот как гора, тяжелая внизу, устойчивая, стабильная. Легкая, открытая наверху. Гора, у которой имеется внутренняя ось, удерживающая ее в этом положении. Затем, чувствуя тело, снова обратим внимание на дыхание. Доми, это чувствуя форму тела, структуру, все ощущения. Чувствуем, как оно пульсирует. Происходит это внутреннее движение дыхания. Что-то не застывшее тело, а мягко, волнообразно, пульсирующее. С каждым вдохом, выдохом. Затем мы можем, продолжая чувствовать вот это все, форму тела, движение дыхания внутри. Мы можем открыться, слушание еще, добавить этот аспект. И потом, также позволить глазам приоткрыться. Может быть, будет такое именно легкое, не полностью открыто, но и не закрыто. Когда мы остаемся со всей реальностью, которая есть сейчас, которая доступна нашим ощущениям. Есть переживания физических ощущений, включая дыхание. Есть слушание звуков пространства вокруг. И есть видение пространства вокруг. Также есть какие-то наши переживания внутренние, состояния определенные. Могут приходить мысли или определенные чувства. Мы также можем их слушать, быть с ними в контакте, как со всем остальным. Как с ощущениями тела, как со звуками, как всем остальным. Давайте так посидим вот еще несколько минут. Продолжение следует... 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 И вот сейчас, не прерывая этой практики... Не прерывая... Можем закрыть мягко глаза, если они открыты. Снова почувствовать свое дыхание в большей степени. И сейчас я предлагаю почувствовать его в определенной точке, в центре груди. Просто как дыхание движется в груди, как грудная клетка поднимается, опускается. И затем, если это удобно для вас, то положите одну или две руки на грудь, на центр груди. И если вы почувствуете, что это как-то неприятно вам, вы не испытываете никакого приятного ощущения, то не надо класть. То есть можете убрать тогда руку. Ну попробуйте, как вот вам, если положите руку. Если для вас это прикосновение приятно, то оставьте ее. Если нет, то уберите. Но в любом случае для нас важно от ощущения в центре груди, важно ощущение дыхания. И вот когда мы так или иначе, рукой или просто своим вниманием прикасаемся к этому центру груди, чувствуем свое дыхание. И мы знаем, даже если мы это не чувствуем непосредственно, но мы знаем, что там в глубине бьется ваше сердце. И вот чувствуя себя вот так, чувствуя свое тело, обращая свое внимание внутрь себя, можем обратить какое-то, знаете, такое намерение, намерение сделать себе что-то доброе, хорошее, пожелать себе доброе и хорошее. И можем сформулировать это в каких-то словах. Вот я сейчас произнесу свои слова, но если они не вызывают у вас резонанса, вы можете как-то по-своему это сделать. Но важно, чтобы эти слова звучали для вас, но важно, чтобы они имели смысл, какой-то за ними стоял какая-то энергия, переживания, чувства. И вот как-то так пожелайте себе чего-то хорошего, доброго, важного, что для вас важно. Желаю тебе счастья, желаю тебе здоровья, я желаю тебе силы, желаю тебе свободы, желаю тебе легкости. и пожелайте себе чего-то, что вы знаете, что вам нужно, что вы хотите, чтобы этого было больше, может быть, в вашей жизни. Чего-то важного, какой-то глубины, может быть, контакта с жизнью. И когда вы это желаете, вы чувствуете, как это происходит, какой отклик у вас внутри на эти слова, на это пожелание, какое переживание происходит. Хорошо, и затем мы сделаем глубокий вдох, мягкий длинный выдох. И сейчас, если у вас была рука на груди, то можем ее опустить, отпустить, и представить себе, насколько получится, настолько ярко, насколько получится, или просто подумать в каком-то дорогом вам человеке. Вот это какая-то близость может быть разная. Это может быть совсем-совсем близкий, какой-то самый близкий человек. Может быть, просто симпатичный человек для вас, ну, который почему-то для вас важен. может быть, даже не очень, может быть, совсем-совсем хорошо, не совсем близкий в формальном смысле, но вы его чувствуете как близкого. Вот как. И представьте его настолько ярко, насколько удастся. и теперь вот как бы изнутри себя, глядя на него или на нее, представляя его как-то, или его, или ее, вот оттуда, из глубины своего сердца, тоже пошлите вот это послание, пожелание чего-то доброго, хорошего этому человеку, ей или ему. Это может быть, это могут быть те же слова, могут быть какие-то другие, но важна наша интенция, важно наше какое-то направление, намерение, посыл. Желаю тебе счастья, желаю тебе здоровья, желаю тебе сил, желаю тебе устойчивости, желаю тебе легкости, пожелайте того, чего вы хотели пожелать, это может быть достаточно универсальные какие-то пожелания, которые важны для любого живого человека, живущего, может быть что-то уникальное, что-то, что вы знаете, что этому человеку необходимо, желаю тебе и опять, когда вы это желаете, то почувствуйте, что с вами в этот момент происходит, какой внутренний отклик, если вы делаете это по-настоящему, как-то чувствуя смысл этих слов, какую-то энергию, стоящую за ними, какой отклик у вас рождается и где и как. И хорошо, и давайте завершим с этим человеком, сделаем глубокий вдох, мягкий длинный выдох, отпустим его из своего внимания. И затем предлагаю вам представить, вызвать в памяти кого-то человека какого-то такого нейтрального для вас. Это может быть малознакомый коллега по работе, продавец в магазине, кто угодно, кого встречаете более-менее регулярно в жизни, но к которому нет специфического какого-то отношения, он не близкий, ну, как-то он может быть не слишком симпатичен, но и не симпатичен. То есть такое нейтральное отношение к этому человеку. Просто какой-то человек. Но этот человек, я надеюсь, что вы кого-то представили, вот выберите кого-то. Это человек в любом случае, живой человек, в любом случае, как-то если вы его вспомнили, он есть в вашей жизни, он или она. Пусть он или она занимает там совсем маленькое место, но почему-то вы его вспомнили. И мы можем пожелать ей или ему послать вот такое же послание добра какого-то просто потому, что это живой человек и просто потому, что он или она в каком-то смысле часть вашей жизни, раз вы его вспомнили. У вас есть какая-то связь с ней или с ним. И мы можем опять из центра груди чувствовать вкус этих слов, какую-то энергию этих слов послать это послание, это пожелание этому человеку. Желаю тебе счастья, желаю тебе здоровья, желаю тебе устойчивости, желаю тебе легкости, желаю тебе силы, желаю тебе свободы, еще чего-то может быть вы сами захотите пожелать, желаю тебе благополучия, еще чего-то, чего захотите. Спасибо. И опять почувствуйте отклик. Что с вами происходит? Как ощущается это? Хорошо, еще один глубокий вдох, мягкий длинный выдох. И сейчас давайте вспомним, пригласим нашу фантазию человека, с которым у вас сложные отношения, может быть такое негативное отношение. Это может быть хорошо знакомый вам человек, даже близкий вам человек, а может быть незнакомый лично, но к которому у вас негативное отношение. Это может быть какой-нибудь политический лидер, например, которым вы очень-очень недовольны, которого вы очень не любите. Ну, давайте вспомним кого-то такого. У каждого из нас есть такие люди, я думаю. И когда мы как-то вспоминаем его или ее, видим его или ее своим внутренним зрением, у нас рождается какой-то внутренний отклик. Вначале давайте войдем в контакт с этим откликом. Как вы переживаете вот это? Если этот человек неприятен вам, или какие-то очень-таки сложные чувства по отношению к нему или к ней. Как вы это переживаете? Хорошо. потом давайте сделаем глубокий вдох, мягкий длинный выдох, немножко смягчим себя. Может быть свое отношение к этому человеку. Почувствуем центр груди и вспомним, что этот человек, он или она тоже хочет чего-то то, что мы испытываем к нему или к ней такие чувства, это еще не говорит о том, что каких-то что это плохой человек. Возможно, у нас какие-то есть несовпадения, возможно, он или она заблуждается сильно, но этот человек тоже страдает так же, как и мы. И он или она тоже хочет чего-то хорошего. И возможно, если у него или у нее будет это хорошее. Возможно, если он или она смягчится, то что-то изменится. И мы можем пожелать ему или ей вот тоже чего-то хорошего, чего бы хотели пожелать, может быть, себе или каким-то своим любимым. Желаю тебе счастья, желаю тебе любви, желаю тебе здоровья, желаю тебе успехов, удачи, желаю тебе благополучия, желаю тебе свободы. Все, что вы захотите пожелать сейчас этому человеку, опять же, чувствую вот этот внутренний отклик. В этот раз, возможно, у вас будет какой-то другой оттенок этих чувств, возможно, какие-то амбивалентные чувства какие-то не такие однозначные. В любом случае, это будет как-то переживаться, и мы можем быть с этим вконтакте. Хорошо, давайте сделаем глубокий вдох, мягкий длинный выдох, и отпустим и этого человека, тоже из своей памяти, из своей фантазии. Пусть он или она там живет у себя где-то. Последняя стадия нашего упражнения. У нас есть сейчас небольшая группа, у нас 9 человек здесь собралось сейчас. И хотя мы там не видим друг друга, вы может быть видите только меня, если увидите. тем более с закрытыми глазами мы никого не видим. Но мы можем как-то представить, что вот сейчас есть какие-то люди, даже если мы их не знаем, даже если мы их не видели, не видим. Люди, которые вместе совершают вот эту практику, этот ритуал, люди, которые собрались вокруг какой-то общей ценности. И это ценно, то, что мы вместе сейчас. и кто-то может быть будет потом слушать это в записи так же и тоже присоединиться к этой практике. И можем пожелать всем нам сейчас, всем нам, именно как нам, к этому сообществу тоже какого-то добра. И сказать это желаю нам счастья, желаю нам благополучия, желаю нам здоровья, желаю нам легкости, свободы, успехов, стабильности, устойчивости, открытости, глубины, то, что вы захотите пожелать, какие-то слова, которые придут, какие-то значения, которые придут, что-то важное, что-то глубокое, что-то доброе. Чувствую при этом отклик, как именно вы это переживаете, какие приходят чувства, какие оттенки. Хорошо. И давайте сделаем глубокий вдох, мягкий, длинный выдох. И отпустим все уже, все совсем отпустим. И потянемся всем телом, подвигаемся, почувствуем еще раз опору, может быть, чуть-чуть так уже в движении немножко так, как-то себя так почувствуем это, попрыгаем как бы слегка, даже поерзаем на этой опоре. В какой-то момент откройте глаза, если они до сих пор закрыты. Хорошо. И спасибо вам за соучастие. Я сейчас вот вижу только Ольгу, всех остальных только имена. Ага, Наталья появилась. Хорошо, сейчас мы сделаем привет, Лера. сейчас сделаем перерыв, час, и постарайтесь во время этого перерыва оставаться как-то внимательными к себе, к своему каким-то передвижением, к тому, что будете делать просто как-то с собой, да, или если будете входить в контакт с другими людьми, как-то тоже так вот сознательно, осознанно это делать. Вот, и через час мы вернемся сюда те, кто, понятно, что те, кто захочет продолжить. Сейчас я выключу эту то есть мы выйдем из трансляции, потом просто снова зайдем по той же ссылке. Пока.